Меня закидали вопросами, что же только что произошло с рынками. Я записываюсь в совершенно диких условиях, ведь у меня есть срочное обновление по рынку для тебя. Мы только что получили новый пушечный отчет, бомбу, которая меняет все для рынков. И эта бомба вызывает абсолютный хаос на рынках прямо сейчас. Фондовый рынок падает, мы видим распродажу рынков облигаций, золото и серебро падают, биткоин и криптовалюта падают, абсолютно все падает. Поэтому ты наверняка задаешься вопросом, а что это за новый отчет и почему Уолл-стрит так сильно обеспокоилась, что за час вывела из рынков десятки миллиардов долларов. Мы только что получили отчет по занятости за июнь в Соединенных Штатах. Речь идет о занятости в приватном секторе. Рынок ожидал, что за июнь будет добавлено 220 тысяч рабочих мест. И угадай что, на самом деле это число оказалось в два раза больше, практически 500 тысяч рабочих мест. Никто не смог предсказать это, ни один банк не предвидел этого. ФРС США не предсказывала, Уолл-стрит не предсказала. Это абсолютное безумие и это очень тревожно для инвесторов в Уолл-стрит, потому что это означает, что ФРС США проводит политику самого стремительного и агрессивного повышения ставок в своей истории. И эта политика не смогла затронуть рынок труда, не смогла никак на него повлиять. И поэтому многие люди начинают беспокоиться, ведь целью ФРС США было ослабление рынка труда. Джером Паул на каждом своем выступлении жаловался, что рынок труда остается сильным, и это очень мешает в их борьбе против инфляции. То есть ставки выросли до 5%, инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%, при этом мы получили последние данные. По ВВП США, который вырос на 2%, что выше ожиданий в 1,4%, рабочие места растут рекордными темпами, а значит США еще не находится в состоянии рецессии. А это в свою очередь означает, что ФРС США должна принять решение о продолжении повышения ставок еще выше, чем она планировала. Экономика это позволяет, рынок труда это позволяет, а инфляция все еще не дает покоя. Нет, это довольно забавно, то как работает наша экономика, как работают наши рынки. Знаешь, когда люди получают работу и их зарплаты растут, Уоллстрит спрашивает, что вообще происходит, почему крестьяне получают работу и почему их зарплата растет. Да, в этом новом отчете мы видим и то, что зарплата растет и очень быстро, 6,4%, рост заработной платы на 6,4%, что превышает прогнозы ФРС США более чем в 3 раза. Вот что заставило рынки заволноваться. Теперь нам нужно поговорить о том, что вызвало банковский кризис в марте. Но это были облигации, как ты помнишь, которые падали в цене из-за повышения ставок, а доходность росла. Сейчас мы наблюдаем, как доходность 10-летних облигаций достигла максимума в 4%. По 6-месячным облигациям можно получить 5,5%. Так зачем вообще инвестировать в дивидендные акции, если можно получить практически безрисковый доход? Единственный риск здесь это то, что США объявит дефолт, чего уже не будет как минимум до 2025 года, ведь потолок долго был повышен. Точнее, вовсе отменен. Эти доходности очень пугают рынки прямо сейчас, потому что это указывает на то, что потенциально банки все еще в зоне риска. Я просто пытаюсь донести тебе эти обновления как можно быстрее, потому что сейчас, когда я говорю об этом, все становится абсолютно сумасшедшим. Прямо на моих глазах произошло кое-что еще. Доходность двухлетних казначейских облигаций сейчас сделала то, чего не делала с 2007 года прямо перед финансовым кризисом, прямо перед ипотечным кризисом и так далее. Их доходность выросла выше 5%. Это 16-летний максимум и это то, что тоже заставило рынки сегодня всполошиться. Что еще волнует рынок сегодня, это то, что ФРС США давила рынок и экономику все это время. Практически полтора года они пытались сделать все возможное, чтобы снизить инфляцию, но они совершили очень большую ошибку, сделав паузу. И это то, о чем я пытался предупредить. Я уже много раз предупреждал, что если они сделают паузу, то мы рискуем пережить вторую волну инфляции. Я делал об этом видео на этом канале. Второй пик инфляции. Вот что пугает рынок. И сегодня рынок проснулся после отчета о росте зарплат на 6,4% и рабочих мест в два раза. Рынок проснулся и понял, что второй пик инфляции это вполне себе вероятность. И так, исходя из этого отчета, ФРС США может пойти на 6 и даже 7%. Это означает, что будет еще больше боли. Будет больше повышений ставок. И именно поэтому сегодня на рынках хаос. Именно поэтому рынки сегодня упали. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok